Указы сверху в Союзе обсуждать было не принято. Если сказали, что надо сделать, будем делать, невзирая на трудности. Даже если сделать что-то не представляется возможным. В 1986 году сверху было спущено задание номер 023. Требовалось создать два ходовых макета на базе уже знаменитой Нивы под индексом ВАЗ-2123. Им присваивались названия ХМ-2123-001 и 002 соответственно. Работа над деталями и узлами закипела летом 1987 года. Если сравнивать с обычной Нивой, то первое, что стоит упомянуть, это широкую сплошную стойку кузова за боковыми дверьми. Кроме этого, автомобиль оборудовали реечным рулевым механизмом, который специально под него и разработали. Также был сделан оригинальный реечный подрамник задней независимой подвески. От ВАЗ-2108 взяли идею тормозной диагональной системы. Двигатель поставили объемом 1,8 литра. Им стал опытный мотор ВАЗ-320. Чтобы сохранить на макетах кронштейны для крепления штанг задней подвески от базовой Нивы, пришлось разработать довольно мудреную схему реза несущего кузова. Резали не вертикально за дверным проемом, а используя ступенчатую схему. К испытаниям приступили в 1988 году. На весь год были распланированы масса тестов и исследований для ХМ-01 и ХМ-02. Гоняли их в хвост и в гриву, чтобы основательно поработать над ездовыми характеристиками. В целом стало понятно, что ходовые качества макета можно оценить как достаточно высокие. По ряду показателей он мог сравниться с характеристиками легковых автомобилей из линейки ВАЗ-2108. Проходимостью он даже несколько превосходил базовую версию ВАЗ-2121. Особенно в зимнее время подобный эффект давало увеличение крутящего момента и независимая задняя подвеска, которая улучшала условия самой эвакуации при движении задним ходом. Однако перспективный в целом проект так и не был реализован. Пришли 90-е, а вместе с ними инфляция, которая просто сожрала все средства, выделенные на производство ходовых макетов. Работы над узлами шасси остановились. Кузова, которые к тому времени были готовы, убрали из цехов на площадку перед зданием УГК. Там они пару лет гнили под открытым небом, после чего их просто списали за ненадобностью. А как вам такие интересные нивы? Может, надо было все же бороться за свое детище руководству автоваза?